всем привет вы на канале скилл блог и в этом выпуске я проведу тестовое собеседование с подписчиком дело в том что недавно решил проводить тестовые технические собеседования с подписчиками своего канала то есть формат такой что мне скидывают свой стек скидывают желаемый уровень то есть junior middle или интерн и я для этого подготавливаю тестовое собеседование техническое где есть теоретическая часть есть также практическая и в конце даю фидбэк то есть оценки ответов и также примерные рекомендации что можно улучшить и подучить я решил сделать подобный формат для того чтобы максимально имитировать реальные собеседования и таким образом разбирать вопросы и задачи которые там могут давать и подготовиться к реальному собеседованию если вам также нравится подобный формат то можете перейти по ссылке в описании в telegram чат там вы найдете закрепленное сообщение с подробной информацией о данном формате и времени встречи также не забудьте поставить лайк этому видео подписаться на канал оставить какой-нибудь комментарий и приятного просмотра как дела как дела как настроение хорошо 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 так хотел спросить ты не против если у нас хорошо получится я может выложу это запишу выложу на youtube канал или в чат кину другие ребята да подожди на может быть надо что-то за это попросить не деньги не деньги а ну не знаю может второй собес какой-нибудь там после по истечении какого-то времени сейчас выяснится что я что-то не знаю и это подучу и типа второй собес смысле с продолжением да ну имеется ввиду вот например я сейчас тебе отвечаю у нас выходит хорошо но я делаю какие-то ошибки и соответственно я это все там условно учу да и и ты мне устраиваешь второй собес типа чтобы я том числе и для себя понял что я все тонкие моменты в своих знаниях закрыл на смысле как-то ну отлично то есть ты имеешь ввиду выложить эту часть типа продолжу с продолжением да с предвокушением но можно и с продолжением ну принципе хорошая идея но в любом случае хочу вот резюмировать что как пройдет наш с собой тестовый собесно мы пройдемся сначала по по теории скажем так потом немножко сделаем практику вот и я подытожу какие у тебя были слабые места поставлю по пятибалльной шкале оценки там ну вот что что лучше было потянуть разбирать разбирать конечно же мы с тобой не будем все это время боль много уйдет на это выявим слабые места и потом будешь хорошо подтягивать можешь это не бояться что я там могу обидеться мне наоборот надо правду узнать про себя да это очень хорошо это очень хорошее настроение скажем тогда молодец хочу тебе кинуть ссылку на онлайн интервью кодинг обычно тестовое собеседование он длится ну часик полтора где-то обычно ну вот я имею ввиду тех собес технически вот поэтому тоже с тобой такому формате попробуем максимум полтора часа как ты на это смотришь нормально супер отлично да я никуда не спешу я выделил сегодняшний вечер для нас с тобой вот как регистрирует здесь регистрироваться надо или как тут нам нужно просто свое имя и email вести ты ты писал свой стек да по которому ты хотел бы чтобы тебя поспрашивал чтобы у нас много времени не ушло я совсем такие мелочи не буду конечно спрашивать просто вот там и основное такое выделил но все это входит в тот стек вот поспрашивать я про но джи с прайс ql также про next js про react в целом про javascript про type script давай начнем с но джи с как самый такой основной штукой джава скрипте скажем так как вообще вот как ты думаешь как работает но джи с но джи с это она объединяет в себе несколько вещей которые позволяют ей предоставить возможность разрабатывать на джава скрипте потому что изначально javascript был браузерным языком и на нем можно было писать только в браузерах потому что интерпретатор был браузере и поэтому в но джи засунули движок браузерный вот и поскольку изначально в джи скрипте не подразумевалось возможность управлять операционной системой но грубо говоря то опять же появилась необходимость закрыть этот вопрос с помощью любви это библиотека ну наверное не точно я говорю что это библиотека которая написана на сей на оси плюс плюс и она как раз работает сама с операционной системой javascript он можно с ней взаимодействовать через методы то есть опишку вот этой вот любви вот это все вместе называется на джи и благодаря вот этим всем компонентам мы можем не только в браузере программировать на этом языке отлично да а вот цикл событий в но джи с он однопоточный ну кстати я не помню кто event club реализует любви вроде бы вот и он там вроде бы делят какие-то операции типа чтения файла он отдает на операционную систему и она там условно в других потоках делает вот какие-то операции любви может засовывать другие потоки по умолчанию 4 а так но да однопоточная и можно как раз заблокировать и этот кустик вот то есть там но нужно не то чтобы это все автоматически позволяет тебе писать как попало ты должен контролировать этот вопрос потому что наверное да все таки значение однопоточности но да но ты должен его контролировать понятно хорошо если я вдруг случайно отвечаю на тот вопрос который ты поставил ты меня останавливай потому что я могу там куда-то не туда выйти например ну хорошо я понял то есть если ты будешь прям совсем другое русло уходить то я так и сделаю хорошо ну а как думаешь вот можешь перечислить принципы rest да ну сейчас мне надо вспомнить как это на техническом языке rest api да ну да вот что такое rest какие принципы и зачем он нужен и но это принципы то есть правила вот которые позволяют реализовывать понятные методы взаимодействия с сервером и там да действительно есть какие-то основополагающие штуки например имеется ввиду что ты должен роуты настраивать определенным образом что каждый роут вспомнил при обращении каждому роуту ты можешь получать только одни и те же данные которые не зависит от предыдущих обращений к этому роуту и не сохраняют информацию между обращениями к одному и тому же роуту ну да то есть сервер не должен запоминать состояние ну пользователя между запросами но именно поэтому мы там авторизацию каждому запросу прикрепляем на клиенте и ну и данные соответственно возвращаемые определенным вызовом опишки не должны зависеть от тех которые сделаны ранее ну наверное еще можно кешировать данные ответ от сервера и также наверное там как это сказать ну коды ответа они тоже одинаковые то есть если ты создаешь значит там 201 если ты там просто запрашиваешь 200 то есть правило при котором по которым должны разрабатывать все программисты чтобы другим программистам это все было понятно и наверное еще что мы можем иметь любое количество эндпоинтов и то что происходит когда клиент обратился к эндпоинту клиента вообще все равно что происходит на сервере вот как то так а чем отличается rest от http ну это мне кажется нельзя сравнивать это не взаимозаменяемые вещи это не смотри вот почему мы не можем использовать просто http прибегаем крест ну чтобы унифицировать ответ запрос чтобы унифицировать чтобы не как попало данные гонять а по определенным стандартам по правилам то есть rest это обычный запрос ну вида там клиент сервер и он использует http ну ну да наверное можно просто так использовать http но с rest там это чисто понятно сделав архитектуру rest на сервере и мы манипулируем только данными которые ну возможно манипулировать только данными и поэтому rest сервер построен на rest принципах он может одинаково работать и с мобильными устройствами и с десктопными устройствами и там с какими-то другими устройствами а как думаешь что такое индепетентность инген патентность но начало фразы мне напоминает индепенденции этот внести то что используется инверсия зависимости это вот это или другое что не ну вот в rest есть такой вот принцип называется идемпотентность слышал такой слышал 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 ну наверное это как я говорил это при повторном применении этого опишки сервер на тебе дают одни и те же данные да отлично немножечко по-другому формулировал но в целом да с rest мы в принципе разобрались чем отличается http от https как думаешь ух безопасностью сейчас там сертификаты что с сертификатами было ну ну да наверное http является https является более безопасным потому что ему нужны потому что он использует сертификат некий вот а дальше глубже там я не знаю что конкретно там за сертификат но какой-то важный наверное хорошо понятно как думал что такое как думаешь веб сокет веб сокет это способ помена данными линия по которой происходит обмен данными и она не прерывающаяся как например http то есть мы можем ну там несколько есть вариантов либо однопоточный на чтение однопоточный на запись или дуплексный режим то есть можно один раз настроить это соединение и уже не париться что надо его сделать еще раз и в реальном времени обмениваться данными понятно то есть идея в том чтобы договориться клиенту с сервером не не закрывать соединение до чтобы постоянно было открытым да да отлично да давай так не особо углубляясь поговорим о event looper но джесс какая вот структура цикла как думаешь у но джесса в анклуб точно помню что в первую очередь там таймеры идут дальше идут input output события дальше самый последний это закрывающие события ну например там дочитали файл и соответственно колбек файла при при окончании чтения вот вызывает самом конце и еще там есть set immediate который вызывается в этом цикле или в следующем но точно либо в этом либо в следующем и между каждым из этих событий можно прокинуть вызываются промисы то есть не как наверное в браузере да что железно промис он всегда перед таймером наверно в ноде могут быть такие ситуации когда сначала сработает таймерский колбек и между и о ивентами и таймером сработает промисовский колбек вот и ну и значит что еще и еще хардкорная такая вещь ну не хардкорная это некстик тоже он они у них самый высокий приоритет то есть у некстика и у промиса но как я уже сказал промис и некстик они могут случаться между вот этими стадиями между таймером и его ивентами между его ивентами и set immediate между set immediate и close то есть цикл с какой фазы стартует node.js с таймера а что вот в таймер помещается обычно какие функции любые которые хочешь можно и промис таймер засунуть ну любые наверное или там какие-то или ты имеешь ввиду для чего чаще всего используются например вот с таймаут куда помещается не понял вопрос повтори пожалуйста говорю вот например с таймаут функция так она в таймеры помещается мы все таймаут колбек кладем и вот он как раз вот сама вызывает мне вот сама функция которая вот с этой маут которая принимается рим аргументом время да вот она сама эта функция на какой цикл в какую очередь цикла идет так сейчас немного я не понял вопрос регистрация самого события она происходит регистрация с этой маута происходит сразу же но выполнение колл бека происходит вот в ивент клубе как я описал про это или нет ну в целом в целом да то есть со фаза таймерс да ну наверное да я наверное да ну вот как я сказал регистрация с этой маут происходит сразу же то есть да а сам колл бек срабатывает потом если это называется спаза таймерс то значит да я не супер силённо вот в реальных вот этих вот формулировках если честно тогда давай придем к следующему вопросу давай папа на с gs поспрашивать вот из чего вообще как думаешь состоит на с gs что что это пошло под капотом то есть поверхность ада то есть не углубляется ну не углубляя скажем так под капотом место но да вот и говорят что это мест построен на экспрессе только с дополнительными фичами типа декораторов но наверное наверное вот если ноду расширяет экспресс ведь на ноддишь тоже можно без экспресса сервер сделать и нормально наверное будет работать вот просто много больше больше писанины вот а nest расширяет экспресс и много работы ты можешь себе себе облегчить потому что nest выполняет там регистрацию каких-то сущностей или изменение функционала например с помощью декораторов да их же можно там везде писать это не просто не ограничивается только там дед декоратор или там баде там же можно каждому методу под декоратору положить вот если бы ты в экспрессе условно это делал бы там больше букв тебя заняло внести тебя занимает меньше букв хорошо давай вот пройдемся поверхностно по модулям сервисом и контроллером зачем они нужны то есть какую архитектуру вообще не реализуют вообще вот почему именно таким образом нас же с построим вот что делает модуль что делают сервис и контроллер сервис он отвечает за непосредственную логику бизнес логику как как говорят сеньоры контроллер непосредственно отвечает за роты то есть мы там пишем там слэш юзерс слэш двой точь айди вот мы когда переходим по этому он пойнту там запускается метод сервиса соответственно логика а модуль это все объединяет ну такую капсулу что ли с которой мы можем в которой мы можем импортировать какие-либо вещи и экспортировать то есть наверное nest он построен на модульной архитектуре и мы из модулей там собираем приложение сервис сервер если быть точным микросервисной архитектуре на ну вот на самом деле вот точно не могу сказать вот мои в моем представлении вот то что условно да делают большинство это клиент серверная архитектура вот где сервер это монолит но вообще монолитом считается когда у тебя на сервере и html грубо говоря отдается но вот сейчас ну на ютюбе в основном да тут у клиент серверная архитектура то есть клиент отдельно до сервер у него ну который тебя дает там статику или или динамику и есть сервер сервер вот который сервер да с базами данными общается а для меня микросервисная архитектура это когда мы можем много модулей отдельно поднять то есть у нас много серверов и каждый 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 сервер состоит условно из одного модуля вот и у него степи и происходит это как раз микросервисная архитектура где там ты запрашиваешь у одного микросервиса информацию о пользователе да этот маленький микросервис обращается по пик какому-то другому уже отдельному серверу да с какой-то там своей задачей тот там берет комменты этого юзера и вот так это вот для меня это микросервисная архитектура когда куча серверов малюсеньких отдельно подняты ясно а какая еще архитектура как думаешь реализована на джейс кроме микросервисная архитектура например когда например у когда на с джейс проект запускаем например в консоли сервер да у нас выводится различные логи вот и также мы можем эти логи отслеживать и изучать их то есть при желании документации мы можем через нас смотреть на логирование всех процессов приложения какая-то архитектура реализовывается вот это вопрос если необходимо связать факт логирования с какой-то структурой то я затрудняюсь ответить хорошо и так нас джейс в принципе с ним все и в принципе думаем по он давай по сql еще несколько вопросов задам какие типы полей вот если говорить о сql то какие типы полей бывают двух таблиц то есть немного немного перефразируем во первых с какими базами данных работает сql язык программирования да вот сql с реализационными базами данных то есть там личного табличного вида все это все это правильный ответ то есть какие типы полей бывают в этой таблице мы остановились на том чтобы ты сказал поверхность а вот какие типы болей бывают у реализационной базы данных а все ну во первых я сначала сказал что для одних чисел их дофига вот несколько полей дабл флот децимал там варчар ну для строк дейта там еще для чисел очень много я точно там не помню формулировку там для маленького числа там для большого для среднего не знаю кстати честно говоря зачем но столько вариантов для чисел я понимаю для того чтобы место экономить но мне кажется их там как-то очень много там big end там small end вот такие наверное еще а блобы там есть точно блоб есть и и и все ну а например пространственные данные да 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 есть есть там геометрические какие-то штуки но по ним я точно не помню не помню как они называются но для хранения координат вот xml не знаю можно ли в одной ячейке хранить я вроде когда документацию читал там что было про xml джессон например тип данных джессон может там быть вообще если мы очень захотим то мы в варчат джессон можем запихать но для этого существуют документоориентированные базы данных если правильно сказал ну например как много там как раз данные джессоне хранятся ну то есть тип поля джессон не может быть тип поля джессон не может быть потому что джессон это правило записи ну то есть мы не можем хранить данные формата джессон получает в таблице можем если мы запихнем их в варчат понятно хорошо так отлично теперь следующий вопрос как думаешь какие самые частые функции в сql select from from это функция или или ты имеешь ввиду функции которые не select и having новый групп а те которые мы сами можем писать ну вот именно функция например вот count а понял count average min max их это считаются функциями и в там а что такое агрегат это если я не путаю это функция которая может развернуть когда мы можем в таблице сделать ссылку на другую таблицу и вроде как вот агрегация может разворачивать табличные связи понятно нету нет нервы не очень не особо так ну в принципе а агреблин и да 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 агрегатные функции мы же используем когда группа и пишем соответственно агрегатные функции это как раз скаунт мин макс самые вот эти вот вещи до перепутал да правильно отлично так давай теперь перейдем к вопросам фронтенда но чтобы был такой переход плавный начнем серверс от рендеринга да то есть снег с него начнем как вообще работает ссср технология вот начнем с этого какие преимущества ссср вообще ну изначально насколько мне известно проблема рендеринга на стороне клиента была в том что браузер эти до браузерные поисковые роботы получали один дифф с да и не могли понять что там конкретно какие там какая информация и сервер сайт рендеринг он позволяет отправлять пользователю результат уже ну без нагрузки на его компьютер и уже готовый то есть мы вот тот самый java script код выполняем на сервере и отправляем уже готовую html страницу со всеми села вещами уже клиенту понятно а вот есть ссср да а что например csr делают ссср хороший вопрос не знаю csr сервер клиента рендеринг не так нашим новость и это как русская с то то есть аббревиатура состоит из с и с и r csr а что делает ссср а ссср чего делает вот это блин аббревиатуры пошли на самом деле сейчас я попытаюсь вспомнить так как это можно статик наверное наверное генерируется в html файлы и отправляются в браузер ну они очень похожи с ссср то есть вот есть ссср да и ссср эти два метода не похожи просто вот какое у них весь отличие вот не знаешь да вот как какое отличие мне не знаю хорошо а а ссср слушай как их много обалбеть это последний то есть всего их вот раз два три 4 4 я я жил в мире где есть только сервер рендеринг рендеринг на стороне клиента там еще свои нюансы ну а вот знаю только клиент рендеринг и сервер рендеринг ну хорошо то есть next gs тоже под капотом реализует но джейс да получается да так давай тогда вопросы по реакту потому что next gs по поверх реакта так давай начнем с реакта в плане что такое виртуальный дом ну для того чтобы понять что такое виртуальный дом я наверно должен сначала сказать ну ладно без вступления в общем у нас есть обычный дом до который в браузере отрисовывается и чтобы браузер показал картинку должен пройти достаточно большой путь там парсинг html парсинг css а да там сборка этого всего там предварительное расположение элементов и раскраска и при каждом изменении какого-то элемента вся все это идет заново строится дом строится css дом объединяется все в одно дерево там рассчитываются стили расставлять элементы и все раскрашивается то есть очень много ресурсов тратится при любых изменениях и виртуальный дом это такая концепция и которая позволяет на каждом условно цикле объединять все изменения за один грубо говоря цикл делать получать одно дерево и уже вот виртуальная и уже виртуально по виртуальному дереву один раз собрать дом и таким образом трудозатраты при этом пяти изменениях виртуального дома будут равны одному ререндерингу реального дома то есть при изменении изменения состояния компонента react дом рендерит весь дом все дом дерево вот на самом деле какие-то вещи react рендерит в общем при определенных условиях если что-то изменилось в родители он полностью перерендеры вы перерендеривает и детей в том числе вот но тем не менее там очень много происходит оптимизированных вещей оптимизирующих которые как раз позволяют собрать в один из меня изменятельный стек все изменения провести их виртуал доме потом только по виртуал дому отстроить один раз реальный дом давай тогда приступим к методам жизненного цикла какие методы жизненного цикла можно реализовать функциональном компоненте нельзя реализовать точнее можно реализовать в классовом компоненте но нельзя реализовать функционально напрямую конструктор нельзя реализовать в классовом именно вот методы жизненного цикла на примере на примере там компонент дэнд маунт и так далее вот какие ну хорошо хорошо я понял да просто например в документации реакта там очень много всяких вот этих вот пунктиков там если же три стадии там монтирование обновления и размонтирование ну и обработка ошибок и он прямо все пихает то есть и конструктор там прямо написано ну хорошо значит компонент вилл маунт компонент дит маунт рендер компонент дит апдейт потом там снапшот взять перед обновлением и компонент вилл он маунт это те методы которые вот как есть они существуют в классовых компонентах функциональных можно реализовывать это по-другому то есть get snapshot before update можно реализовать функциональном компоненте нет 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 хорошо не некоторые из нет не некоторые из жизненных циклов классовых компонентов можно реализовать в смотри например кстати подожди а можно можно функциональном компоненте get snapshot before update сделать между прочим в юзмема мы прокидываем функцию которая не в юзмема в реакт мема прокидываем функцию которая сравнивает пропсы и там своими руками пишем костыль который нам снапшот куда надо пихает ну это получается костыль да ну да это костыль ну например мой вопрос заключался в том что какие методы жизненного цикла мы не можем имитировать в функциональном компоненте функциональном компоненте мы не можем обрабатывать ошибки компонент get catch вроде называется штука вот компонент вилл он маунт принципе мы можем до вернув из из эффекта функцию так компонент did update но в принципе вот наверное его не можем вот get snapshot мы можем костыль костылем делать рендер у нас в принципе это return из функционального компонента так какие еще должны быть должен ли компонент обновляться ну в реакт мема можем запихнуть так компонент что там вилл маунт и компонент get mount остался да ну компонент get mount это use effect а компонент вилл маунт есть такой кстати жизненный цикл в классовых компонентах просто есть из эффекта есть use layout эффект и use layout эффект он срабатывает раньше чем без эффект и если в классовых есть компонент will mount то получается мы можем провести аналогию с use layout эффект ну вот как то так получается понятно хорошо как мы с помощью эффекта можем реализовать вот как раз таки три этих жизненного методов жизненного цикла три метода жизненного цикла с помощью из эффекта компонент did mount компонент will mount и компонент did update компонент did mount мы можем реализовать передав пустой массив зависимости из эффект компонент этот апдейт это мы можем без массива зависимости из эффект вызвать и он будет вызываться при каждом обновлении компонента и компонент will mount это мы из эффекта можем вернуть функцию которая выполнится перед слушатели нам надо удалить и это функция выполнится перед аннаутом отлично так давай теперь перейдем тот редактор кода на который ссылку тебе кидал вот и здесь есть такой вот компонент классовым как ты как бы ты оптимизировал бы то есть выводится тут таймер то есть данное время вот она часто становилась потому что неправильно написан код вот как бы ты его оптимизировал чтобы таймер запустился так но как мне кажется здесь неправильно ну это первое на что обращаю внимание на что в блоке вопросы больше в этом не переживать это то что интервал неправильно удаляется вот то есть мы можем например сохранять интервал а и и да там пусть начало будет нулом это подсвечивается красным ошибка соль допустил вот и уже в эту переменную мы записываем задаваем интервал и и соответственно если он есть у моего удаляем так окей так тик и здесь стоит дэйт нью-дэйт и он у нас не работает на конструктор пропустит дэйт нью-дэйт а вот я понял почему почему все равно красным слушаем я допустил какую-то ошибку в том чтобы это просто редактор сам такой редактор то есть понял можешь писать как значит ну так соответственно рендера дефни див как думаешь рвала и день мы функции тик можно напрямую состояние менять из функции тик функции тик да вот мы что делаем там напрямую меняем состояние мы так можем делать в реакте ну мы не можем менять состояние а кстати вот вот функциональных компонентах я бы рассказал да там юстейт и и все понятно а в классовых но мы точно не можем в рендере все что-то менять да так аптеки вот пупу-пупу ну может сейчас я думаю ну смотри вот мы наследуемся от классов от класса react компонент наверное здесь должен быть какой-то здесь свой set state наверное здесь должен быть какой-то свой set state можно так и называется здесь стоит и мы не так и сделаем например здесь set state так но и в него мы можем передать из пейт и чё там бейт 2 . нюбейт я думаю что может он красным подсвечивать потому что я не знаю члена ну все равно красному подчеркивать ладно но я думаю о заработала а почему ты разворачиваешь здесь стоит ну наверно по привычке наверно по привычке но функциональных компонентах я люблю писать все функции которые мы можем передать в set state да и там я делаю логику и периодически там так делаю вот слушай ну ты намекаешь на то что он умный сам может сопоставить какие-то поля типа можно удалить разворот стейта и он так но тоже работает смотри а еще такой момент почему ты решил интервал айди вынести в состояние то есть что мешало создать просто переменную но она бы перед ну каждый раз бы если у нас было бы еще куча всяких штук которые заставляли бы компонент перерендериваться то мы бы потеряли бы но если мы тут написали бы вот так например лет и подожди ну мы же здесь его объявляем компонент соответственно мы не не мы так не можем как переменные можно объявлять в классовых компонентах как можно объявлять переменные в классовых компонентах ну надо конструктором смотри вот методе жизненного цикла ты находишься да ты можешь сделать например не создавая лишнее состояние сделать например вот так могу то есть когда у нас отрабатывает рендер у нас находим у нас сохраняется это переменная с интервал айди она у нас весь жизненный цикл есть и в конце жизненного цикла компонент улан mount мы просто можем брать условия и просто передать ее сюда вот так вот и следовательно мне нужно состояние лишнее вот у нас таймер работает то есть таким образом мы в классном компоненте создаем переменную вот дальше ты стоишь привязывать привязываем гвиз какое-то значение и все так отлично то есть с реактом принципе ну да ведь класс же сохранять свое состояние а вот он точно да между рендерами рендерами не стирает вот эти вот вещи которые выделяю видно что выделяю вот ну просто функциональность компонентах там она все значения заново пересчитываешь ну да все вокруг он сохраняет можешь теперь вот в ниже этого компонента переписать этот класс свой компонент функциональный так мы начать должны здесь создать и удалить так с из эффект значит они ничего не передали да ну вот он будет срабатывать значит один раз при а а и не ретернули ретерн ретерн так и заканчиваются скобки нет на скобку поставить так не понял и дали функцию вот она на скобки вроде на месте так нужно хранить да туда дейт дейт у нас за импрочен по коррект так и у нас что-то один из эффект да что со скобками на попал так окей use и эффект даем по стоимость зависимости и здесь мы делаем функцию и в этой функции мы должны раз и вернуть из нее два и осталось только вызвать пик пик аптеке еще кое-что пугой куда киделось и что аннуш этот интервал тоже можно и скобки какие-то здесь у меня поменены и в теку теке теке вызываем чисто садейт и ставим туда new date а погоди фигня когда интервал соответственно в нем меняется вся эта тема а мы запускаем интервал интервале меняется new date и выводится здесь у меня подчеркивается the locale time string из реакции сюда передал потому что наверное реактор приписан так я удалю классовый компонент но мы че кстати тик мы тик и ну естественно мы там тик можем центр отвервал положить и и все такое отлично в принципе с реактом разобрались вот редактор кода здесь в принципе можно нажава скрипте тоже писать то есть если такого-то условия задачи сможешь написать функцию такую тогда попробуем и она должна возвращать true либо false да напишите функцию на вход принимает строку из букв нижнего регистра а на выход возвращает буллинг который отвечает является или не является ну допустим буллинг будет возвращать так сверху принимает строку супер и и полиндром это типа а b c b a да так окей так соответственно как он может проверять он может идти с двух концов одновременно и упираться в c а если у нас а b c c b a то он не упирается в c ну хорошо получается он может что делать он может идти с двух концов одновременно left равно 0 и гхт ну на самом деле и полиндром она не будет упираться в c то есть одна буква c будет началом и с одного конца в другой конец и с другого конца в другой конец то есть там c не будет упираться ну да просто два ремарочка просто а какой райт 0 это райт не 0 райт ст ленг хт хмт минус 1 так ну и мы можем чисто циклом пройтись лет не равно 0 и меньше стр . лен а зачем можем вообще вайлом вайл а так так и соответственно в конце железно мы к лифту прибавляем а у райта отнимаем и он должен нам return false потому что внизу он возвращает true да и соответственно if тогда false и что if стр от лифта не равен стр у поэтому время дебага так скобки на месте все нам и логов вот тут есть автозаполнение да my fung значит a b c b a a b c d c а тоже нечетная она надо четное что-то сделать ну пусть будет так и какую-нибудь неправильную строку надо да так а как тут запуск а вот консоль синтаксис хирур у меня какой-то мы отсюда не возвращаем компонент react сейчас секунду так в принципе вот так вот да экспорт дефолт экспорт дефолт это мы с тобой так я могу без паники перезагружать ничего не сотрется да нет так расценим это как не сотрется мы в аппе и в консоль у меня логинг поги отлично смотри у тебя вывелось два раза true на первые два консоль лога и получается на 3 так что это с ней сейчас загружу у тебя нормально все там у меня у меня вот сейчас я три раза перезагрузил и перекрестился и у меня все заработало 2 true 1 false в принципе кажется что функция работает вот теперь как думаешь какая сложность у этой функции так ну вообще н делить на 2 но в модели биг о не учитывается константные множители поэтому сложность у этой функции от отлично почему от ну где н длина строки то есть в худшем случае от то есть зависимость от длины строки у нас увеличиваются операции да получается да все правильно да я это имею ввиду хорошо а как бы вот ты написал эту функцию использовал цикл while использовал условия if явные return и так далее там даже завел переменные это ты написал его в таком более императивном варианте вот с помощью вот методов встроенного java script как думаешь смог бы ты более декларативно написать и так ну можно с помощью встроенных методов java script а разделить строку напополам и и за хэшировать первую половину за хэшировать вторую половину и сравнить результаты и если они равны то соответственно true если не равны то false ну я просто проверяю на то как ты вообще вообще понимаешь ну чем отличается императивный подход от декларативного так императивный от слова опыт наверное а декларативный что такое вообще императивное программирование что декларативно и чем они отличаются друг от друга как думаешь а ну императивный это у меня аналогия с опытом типа вот как 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 чувствую так и пишу грубо говоря а декларативный наверно так как как надо там четко по инструкции хорошо так я хочу показать тебе функцию которую я написал решая эту задачу ну если ты встроенные методы говори что имеется ввиду типа реверс и все дела ну да например вот смотри вот моя функция она написана вот я просто хочу показать разницу между декларативным подходами императивным то есть ты использовал вайлы использовал их условия также использовал перемены то есть ты подробно описываешь что что ты делаешь вот декларативное программирование то что написал я например мы не описываем когда подробно то что мы делаем мы просто используем готовые модули с высоким уровнем абстракции то есть то что там под капотом нам не важно мы не знаем нам нам это не интересно мы просто используем готовые функции уже то есть в этом основное отличие императивного и декларативного программирования и еще функция также моя названа более понятно да то есть я написал просто my fan ну это это да естественно как бы на продакшене то я пишу как надо ну это такой да такой себе момент то есть если мы посмотрим на результат моей функции то есть она также увидит такой же результат ну вот да отлично теперь так про декларативное поговорили про императивное поговорили давай теперь пройдемся в принципе по джаваскрипту по вопросам связанным с джаваскриптом вот какие типы данных есть в джаваскрипте более объект массив строка число символ вроде типы данных все аналом number string аналом гулион но это это считается объектным ну ну да undefined и нал а что делать тип символ тип символ он задает абсолютно универсальное значение которое никогда не повторяется то есть символ от 1 мы записываем в а символ с одного записываем в б и а не равно б ну еще всякие с помощью символов и итерации короче можно делать то есть там есть через символ можно задать кастомному типу данных способность к итерированию например а вот а для чего это делается вообще зачем вообще его ввели зачем это делать вообще почему так думаешь чтобы ну вообще чтобы не например невозможно было обратиться к ну это если мы до чтобы невозможно было обратиться например к какому-то свойству объекта а просто так тебе конкретно нужно вот именно вот условно эту переменную куда в которую ты засунул значение символа того вот тебе через нее обратиться только можно но для защиты наверное отлично отлично от чем вот ты перечислил типы данных а какие из этих типов данных сложные какие простые объект это сложный ссылочный этот как вызвать то рей он тоже ссылочный вот стринг нам бар буллин это простые а функция еще тип данных чем не тип данных тип данных а почему они сложные простые почему ссылочные сложно они ну почему потому что потому что из-за свойств которые они имеют и их влияние на программирование вот например ты ты можешь передавать ссылку на объект не тянув собой весь массив данных как бы да грубо в объекте чисто ссылку передал поменял то что тебе надо и она в памяти поменялось и в том числе кстати у нам бара есть прототип ну вот у объекта у арея у функции прототипы есть они имеют свойства тех от кого порождены наследуемы прототипное наследование соответственно мы можем добавлять им новые свойства читать новые свойства пользоваться этими свойствами и у каждого экземпляра этого типа будут эти свойства хотя у нам тоже там есть свойства какие-то наверное отличие это в ссылочности ну это понятно да то есть ссылка или не ссылка а вот например строчка да и например объект например какой-нибудь почему вот строчка получается считается простым типом данных а объект сложным ну объект может хранить себе другие типы данных другие экземпляры разных типов данных в объекте может быть другой объект или массив или функция или число или строка а в числе не может быть другого числа хорошо давайте я придем к следующему вопросу так что делают функции up bind и apply чем они отличаются то есть я не про не так сказал call bind и apply call bind и apply они могут определить область видимости в которой будет работать функции если мы передаем используем bind передавая туда контекст bind возвращает функцию привязанную к определенному контексту и не вызывает ее да вот call вызывает ее apply тоже вызывает ее только в apply мы можем и мы также в каждую из этих функций можем передавать аргументы да но вот и в этом отличие например кола и apply что мы в коле мы через запятую их перечисляем а в apply можем массив передать аргументов как думаешь в чем разница между нал и undefined ну нал это определено значение undefined она не определено и ну соответственно если мы не присваиваем значение примерно только объявляем ее это значит что сама переменная есть и но у нее не определено значение на это специально определено что это ничего то есть нал мы можем получить явно да да ну явно явно можем получить на вот отцу и за значение нет undefined это на отсутствие присвоения или например undefined это но отсутствие возвращаемого значения например в объекте мы к несуществующему поле обратились у нас и undefined вернется но не определено а что значит нам рабов уже с живоскрипте выбираемая вроде нет нет это вроде бы это без крипто что ли ну да может ли она быть перебираемым и номера был хорошо как работает память вообще джаваскрипте точнее как работает как работает сборщик мусора сборщик мусора сам сам работает сборщик мусора он отслеживает уточню вопрос по какому алгоритму по какому принципу он работает он отслеживает объекты сейчас в современных браузерах есть определенный алгоритм согласно которому работает сборщик мусора в джаваскрипте если он отслеживает объекты и если на них нету ссылок активных он освобождает память вот как там он браузер работают ну если объект ну нельзя достать из windows или глобала то этот объект считается ну мусором что будет если сделать new function new function например вот мы создаем конструктор например в классе да а ты сможешь с помощью функции например знаешь как реализовывать конструктор так ну наверное надо списать функции и ретер и ретернуть здесь но до того как появились классовые компоненты синтактический сахар в джаваскрипте и так далее там конструкторе реализовывали жаваскрипте вот с помощью этих функций вот как они реализовывали знаешь что ну вообще когда конструктора ты есть функция то есть как бы зисом но условно мы пишем там у конст вот и создал например фу конструктор до функцию например если ты получаешь от нее инстанс пишешь им там например инстанс травму нью фанкшн вот что вот момент происходит создается новый объект каким образом он создается то есть в плане контекста что происходит выделяется область памяти и прикрепляется ссылка на лексическое значение область вот это вот как конкретно закреплена за этой за этими ячейками памяти эти эти ячейки памяти на что ссылаются какие значения на какие значения ссылаются ну да ну объект не вот ты создал вот конструктора функцию да нам у тебя есть работа с контекстом то есть вызов ты создаешь там различные перемены и так далее а когда ты создаешь от этой функции новый инстанс с помощью new вот то какому контексту то есть вы вообще как работает давай начнем с этого вот как вот ты создаешь без да в этой функции это без какое окружение принимает здесь эта ссылка как раз на вот на этот новый инстанс то есть на область памяти в которой ну которая была создана нет смотри вот ты создал функцию забудем про конструктор и про класса пока что вот ты создал функцию ты в ней работаешь например вис в этой функции вис на что на какой объект будет ссылаться на только что созданную область на только что созданную область он будет ссылаться но объект у нас все является объект на самом деле ты не совсем правильно говоришь то есть эти моменты я уже тебе подчеркну подчеркнул после интервью чтобы ты уже сам забрался то есть хорошо забудем об этом вопросе теперь придем к следующему то есть не будем долго заостряться да то есть вот еще такой вопрос в ооп например мы можем реализовать инкапсуляцию да например вот как мы с помощью замыканий можем реализовать инкапсуляцию живоскрипте вообще замыкания это механизм который позволяет функции захватить ссылку на лексическое значение в котором она была определена и в случае и при работе функции в случае нахождения свободных переменных функция идет по этой ссылке во внешне лексическое окружение и ищет эти как сказать то блин он defined когда когда мы не переопределили не не присвоили и ищет присвоение свободно переменным во внешнем лексическом окружении соответственно вот так работает замыкание и мы можем вот так и сохранять с помощью этого механизма с помощью сохранения автоматического ссылки на внешне лексическое окружение в котором была определена функция а зачем вот подобная инкапсуляция вообще нужно чтобы что функциональным программирование но наверное для изоляции но если доступ к лексическому значению которое соответственно остается функции может мы получить доступ к нему только эта функция то наверное для изоляции отлично правильно так время уже час полтора думаю прошли еще еще один вопрос тогда задам и думаю можно заканчивать так еще такой вопрос что такое map что такое сайт что такое вы крив ну начну с векре павли крив это слабая ссылка на объект то есть она если кроме векре па больше нет ссылок на объект то этот объект будет уничтожен мусоросборщиком вот мы пассета что такое это мы это структура данных которая предоставляет собой представляет собой как ключ значения ключи могут быть любого типа ассет это коллекция уникальных значений правильно я думаю можно заканчивать на самом деле было круто да мне тоже понравилось да спасибо выложу все таки наверное это на ну как минимум в чат в телеграме чтобы другие тоже глянули вынесу для себя что-то полезное подчеркну ну я уже подчеркнул все моменты на которые можно обратить внимание у твоих ответов и так далее можно будет потом повторно повторно продолжение строить по этим моментам которые выделил хочу еще раз подчеркнуть решал для зрителей что собес собес был на уровень strong junior week middle то есть если будет там strong middle какой-нибудь то конечно же будет посложнее думаю будет вот как бы не особо углубляясь прошлись по всем таким моментам то есть например можно было бы углубляться в алгоритмы то есть сложность функции там нижняя граница верхняя граница и так далее то есть такие тоже могут быть моменты там и так далее то есть отлично тогда еще раз спасибо за интервью спасибо а у меня один вопрос есть можно задам а вот факт логирования в nest на какую архитектуру все-таки указывает для меня это загадка ты задал вопрос мне интерес event sourcing есть такая архитектура вот эта архитектура предназначена для документирования всех процессов происходивших состоянием приложения чтобы к этим логом можно было обратиться скажем так то есть к этим записям вот и также что-то делать с состоянием то есть вот вкратце гуглим как бы подробнее можешь конечно почитать называется event sourcing такой архитектурный подход используется понял хорошо спасибо я тогда жду на фидбэка да ты сказал ты пришлешь давай тогда удачи желаю успехов удачи спасибо спасибо пока что ж надеюсь вам понравилось данное видео надеюсь вы узнали для себя что-то полезное единственное мы забыли поговорить про typescript но я надеюсь вы не последнее видео такого формата на моем канале всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал и до новых выпусков всем пока